В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Новый год в новой квартире. В администрации распределили квартиры между очередниками. Виртуальные прогулки. Библиотека имени Маяковского создала фильм об улицах атомных городов. Для одних праздник, для других стресс. Как подготовить домашнего питомца к шумным торжествам? Далее расскажем обо всем подробно. Человечество ждет третья волна коронавируса COVID-19. Аналогичное развитие событий было и с другими вирусными эпидемиями. Об этом заявил главный врач московской больницы номер 40 в хмонарке Денис Проценко. Это не мой прогноз, а результат трезвого исторического анализа. У нас же не первая атака вируса на человечество. Давайте окунемся в историю наших взаимоотношений с вирусными эпидемиями. Например, вспомним испанку, сказал он. Как отметил Проценко, все прежние эпидемии протекали в три волны и были связаны с сезонными вспышками весной и осенью. Между тем, число заболевших коронавирусом в России за сутки снова выросло. И почти вплотную приблизилось к отметке 30 тысяч. Главный санитарный врач России Анна Попова заявила о снижении заболеваемости коронавирусом в 77 российских регионах. По ее словам, количество людей, которых потенциально заражает один инфицированный до того момента, как он будет изолирован, снизилось до единицы. Это означает, что дальнейшее распространение вируса прекращается. В Нижегородской области еще 502 жителей теста на коронавирус показали положительные результаты. В Сарове статистику зараженных пополнил 171 горожанин. 40 квартир накануне Нового года обретут своих новых владельцев. Комитет по управлению муниципальным имуществом завершил распределение жилья среди очередников. 30 квартир саровчане получили в новом социальном доме по улице Менделеева и еще 10 в других районах города. К концу 2020 года очередь на жилье в городе значительно сократилась. Очередь на обеспечение бесплатным жильем в Сарове достигла минимальной за несколько последних десятилетий отметки. Сейчас улучшение своих жилищных условий ждут 840 саровчан. Всего в этом году квартиры по договорам социального найма получили 48 очередников. Большая их часть, 40, въедут в новую квартиру в ближайшие дни. 30 из них получили одно и двухкомнатные квартиры в реконструированном общежитии Менделеева 54. Вот эти однокомнатные квартиры, которые были по Менделееву 54, они вообще предназначены у нас по норме на семью из двух человек. Либо, как мы в этот раз сделали такие комбинации, как семья из четырех человек у нас получала две однокомнатных квартиры. То есть так как детки взрослые, у нас несколько семей едут в этот дом этаж под этаж. Реконструкция общежитий – это пилотный проект по обеспечению очередников жильем. Модернизация дома обошлась городу в 16 миллионов рублей. В ближайшие дни новым владельцам будут выдавать ключи. Также саровчане принимали участие в жилищных программах и получали сертификаты. Девять семей у нас получили выплаты, успешно реализовали. Более 500 квадратных метров приобрели. Два человека, отнесенных к льготным категориям, это чернобыльцы, у нас получили сертификаты. Также приобрели жилье. И один, прекративший трудовые отношения гражданин Сарфа и Ацваниев, для переселения с территории ЗАТО, приобрел квартиру за пределами города. Также в 2020 году четыре квартиры получили сироты. В следующем году администрация города планирует приобрести в двух домах стандарт-класса по улице Зернова 22 квартиры, которые тоже пойдут на обеспечение саровчан бесплатным жильем. 31 декабря в Нижегородской области будет выходным днем. Такое распоряжение подписал глава региона Глеб Никитин после совещания президента. На совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроекта Владимир Путин отметил, что в этом году на федеральном уровне принять такое решение уже нельзя. Поэтому рекомендовал всем регионам России на местах объявить 31 декабря выходным. Другая важная информация в подборке коротких новостей. С 1 января 2021 года меры социальной поддержки при оплате услуг ЖКХ не будут предоставлять гражданам, если у них есть непогашенная задолженность, подтвержденная судебным решением. Об этом сообщает Департамент городского хозяйства. Информацию о наличии задолженности можно получить в своей управляющей организации, а также на портале ГИС ЖКХ. Пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 6,3% с начала следующего года, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. Она отметила, что в последующие годы индексация выплат будет также превышать инфляцию. С 2021 года вступают в силу изменения в законодательстве, которые напрямую коснутся автомобилистов. Водители, совершающие одно и то же нарушение второй раз за год, будут наказаны значительно строже. Например, за повторное управление незарегистрированным автомобилем, превышение скорости на 40-80 км в час или пересечение сплошной, автомобилисты будут платить больше или вовсе лишаться прав. Водителю, который во второй раз проехал на красный сигнал светофора, грозит штраф в 5000 рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев. В Сарове могут выделить часть территории для свободного посещения туристов, сообщает портал atarus.ru со ссылкой на слова директора Департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергея Яковлева. На встрече с агентами федерального туроператора он сообщил, что сейчас уделяет большое внимание развитию кластера Арзамас Дивеева-Саров, как с точки зрения инфраструктуры, так и с культурной составляющей. Мы ведем работу над тем, чтобы выделить часть территории Сарова для свободного посещения туристов и вынос на эту территорию филиалы музея ядерного оружия для того, чтобы любой смог его посетить. Приехать в музей можно и сейчас, но планировать такую поездку нужно заранее, сказал Сергей Яковлев. Сотрудники библиотеки имени Маяковского создали документальный фильм о городах ЗАТО. Виртуальные прогулки по улицам атомных городов они представили на конкурсе социально значимых проектов и получили поддержку от Общественного совета Росатома. В создании фильма приняли участие 10 атомных городов. Подробности смотрите в следующем репортаже. Наши города так похожи, но в то же время у каждого своя история. И эту историю писали самоотверженные люди, которые жили и работали в закрытых городах. Так начинается документальный исторический фильм «Виртуальные прогулки по улицам атомных городов». Он объединил историю атомной промышленности в закрытых городах. В нем собраны обзорные видео-экскурсии по улицам атомных городов с информацией об ученых земляках, в честь которых эти улицы были названы. Основная его идея состояла в том, чтобы создать документальный исторический фильм о развитии атомной отрасли, о тех людях, которые внесли весомый вклад именно в развитие атом-прома. Идею создания такого фильма сотрудники Центральной городской библиотеки имени Маяковского представили на конкурс социально значимых проектов среди некоммерческих организаций по инициативе Общественного совета Госкорпорации «Росатом». Работа получила поддержку совета и команда библиотеки приступила к реализации межрегионального проекта. При содействии наших коллег из библиотек «Зато», территории присутствия Госкорпорации «Росатом», волонтеров, каждый город представил свой 10-минутный ролик. А уже мы, организаторы и реализаторы этого проекта, виртуальные прогулки по улицам атомных городов, собрали его в единый фильм. В фильме каждое видео предваряет краткая характеристика о закрытом городе, его вид с высоты птичьего полета и рисунки главных достопримечательностей в графике, которые изобразила художница, оформитель и дизайнер Анастасия Макарова. В нашем городе провели экскурсии по улицам Зернова, Академика Хритона и проспекту Музрукова. И мы очень благодарны нашим партнерам за участие в реализации проекта. Посмотрите наш фильм на канале, на ютуб-канале библиотеки Маяковского. Он того достоин, он интересен и познавателен. Теперь прогуляться по улицам закрытых городов и узнать их историю можно из любого уголка мира. Единственное обязательное условие для такого путешествия – доступ в интернет. Анна Пилипец, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей, Саров-24. В вихре подготовки к празднику и новогодних развлечениях важно не забывать о домашних питомцах. Для них это череда стрессов и опасных ситуаций. Позаботиться о том, чтобы предстоящие праздники стали безопасными и максимально комфортными для ваших любимцев, нужно заранее. На что обратить внимание, расскажем в следующем репортаже. Осторожно, зимние праздники. При новогодней суете не забывайте о безопасности домашних животных. Все, что кажется веселым и интересным для человека, может травмировать вашего питомца. Многие собаки боятся хлопков и резких звуков. Поэтому прогулка в зимние праздники может стать для них настоящим стрессом. Хозяевам в этот период рекомендуют выгуливать питомцев только на поводке. Поэтому собака только на поводке. А в момент испуга, если она у вас испугалась, побежала, она не слышит ни команды, голос хозяина не слышит совсем. То есть она бежит, бежит через дорогу, бежит куда угодно, лишь бы куда-то убежать. А когда она убежала и когда она уже начинает отходить от этого стресса, она не понимает вообще, где она. И вот в этот момент теряют собаки. На ошейники-любимцу запишите адрес или номер телефона. Так с вами быстро смогут связаться те, кто найдут вашего потеряшку. Советует Светлана Романова. Если у вас дома есть четвероногий друг, подойдите ответственно и к выбору новогодних украшений. В идеале наряжать елку без животного. Если первый раз собаку убрать с комнаты, кошку тоже. То есть выпустить только когда уже елка стоит. Дальше на елку вывешиваете, естественно, не стеклянные игрушки, а из какого-то материала небьющегося. Если у вас упадет елка, чтобы, по крайней мере, ничего не разбилось. И что еще тоже самое страшное для собак и кошек – это дождик. Блестящий дождик, как магнит, притягивает кошек и собак. Они играют с ним и часто глотают. Это может привести к повреждениям желудочно-кишечного тракта. Поэтому откажитесь от дождика или украшайте им недоступные для животных места. Третий опасный фактор новогоднего торжества – праздничный стол. Собака – это не помойка. То есть если вы что-то не съели, что-то у вас осталось на тарелке, или доедайте, или выкидывайте. Не надо пихать собаке. Потому что это все идет на желудочно-кишечный тракт, и вы не представляете, сколько звонков идет ветврачам. А опять же вы подумайте, что ветврачи у нас работают не все праздники. Они тоже люди, они тоже хотят отдохнуть. Только от вас зависит, как проведет эти новогодние праздники ваш питомец. Будьте внимательны к своим любимцам. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. До Нового года остались считанные дни, а до подведения итогов конкурса за лучшее оформление организации и того меньше. Мы продолжаем знакомить вас с участниками конкурса «Елка-фест», который проводит Центр поддержки предпринимательства совместно с Ассоциацией промышленников и предпринимателей Сарова. Напоминаем, голосование проходит на странице Центра поддержки предпринимательства ВКонтакте. А помните, как раньше в канун Нового года люди на своих окнах Гошью рисовали «Елку», «Деда Мороза», «Снегурочку» и другие символы приближающегося праздника? В наши дни это редкость, но по-прежнему есть те, кто готов создавать волшебство своими руками. Вот и в магазине «Авокадо» на улице Кирова решили творчески подойти к праздничному украшению. Прямо на пороге покупателей приглашают окунуться в новогоднюю сказку. Конечно, первое, что встречают наши покупатели при входе в магазин – это елка. Атрибут самый главный, самый красивый и нарядный Нового года. Ну а дальше это снеговик, это звезды, снежинки и, конечно, щелкунчик. Щелкунчик, знакомый нам всем с детства. Новогодняя чудесная волшебная сказка с прекрасным концом. Шампанское, мандарины и сладости. Без этих продуктов не обходится ни один праздничный стол. В магазине «Авокадо» вы можете приобрести все для новогоднего меню. И еще присмотреть интересные подарки для друзей и коллег и родных. Скорая хрустящая помощь избавит от тревожных мыслей. А сладкая почта напомнит о том, какой вкус у радости и счастья. От коллектива магазина «Авокадо», находящегося на въезде Балыково, поздравляем с наступающим Новым годом. Желаем счастья, успехов, исполнения всех желаний, чтобы чудеса с вами случались. Случались в Новом году, чудеса были волшебные, добрые, несли мир и счастье вашей семье. С Новым годом! Ароматный хрустящий хлеб, сдобные булочки и пирожки, вкусные печенья и пирожные вас ждут в магазинах «Булочная номер один» сети «Саровский хлеб». Вся продукция исключительно свежая, выпечка к продаже еще горячая, сохраняя для покупателей тепло печи. К праздникам и просто к семейным чаепитиям «Саровский хлеб» делает торты и пирожные на заказ. Хотелось порадовать наших горожан, чтобы они приходили с хорошим настроением и уходили с хорошим настроением в итоге. Ну, для красоты и нам тоже приятно. Концепция украшения магазина простая и одновременно привлекательная. Все делали своими руками. На витринах повесили снежинки, вырезанные из белой бумаги, а елочку смастерили при помощи новогоднего снега, скотча и фантазии. Ну, соответственно, здоровья. Сейчас без этого вообще никак. Хорошего настроения, чтобы не унывали. Жизнь продолжается, все будет хорошо. Все от невидимок и лаков для ногтей до профессиональной косметики по уходу за волосами и кожей найдут «Саровчанки» в магазине «Элис». Девушки и женщины не уходят отсюда без покупки. Каждый сантиметр витрин и стеллажей занимают нужные для женской красоты предметы. Покупка косметики – это уже праздник для женщины. Добавляют волшебства и яркости при посещении магазина новогоднего бранства. Шары, мишура, струящийся дождик и, конечно, главный символ Нового года – елка в мерцающих огнях гирлянд. Здесь магазин такой в гамме голубой. Мы, значит, и шары, и все гирлянды у нас, если заметили, в голубом, березом. В плазе у нас цвета больше преобладают красные, там, желтые, золотистые. Также в магазине «Элис» можно подобрать нижнее белье. Приходите за подарками в магазин на проспекте Ленина, 17 и в торговый центр «Плаза», 3-й этаж. Хочется пожелать вам счастья, исполнения желаний. Желание можно, кстати, написать на бумажке, это работает. Здоровья, здоровья, еще раз вам всем здоровья. Мы вас любим. Не болейте. Приходите к нам. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова